В необычном формате прошла встреча главы региона с выпускниками городских школ. Юрий Бездудный предстал перед экзаменационной комиссией школьников и ответил на вопросы, предложенные в билетах. Проверяли нешкольные знания. В билетах вопросы, которые интересуют молодёжь. В экзаменационной комиссии представители всех школ города Наринмара. Один из вопросов касался создания новых специальностей для получения профессий в средних профессиональных учебных заведениях округа. В самое ближайшее время будут востребованы специальности именно рабочие. Почему? Потому что в округе запускается два крупных инвестиционных проекта, которые потребуют большого количества, если так сказать, рабочих рук, рабочих специальностей. И в этом смысле мы с одним из партнёров нашим отрабатываем вопрос, чтобы в наших средних специальных учебных заведениях появились именно те специальности, которые будут востребованы на строительстве этих объектов. Во время встречи выпускники предложили главе региона подумать о создании в школах профильных классов уже в среднем звене, начиная с пятого класса. А не так, как это происходит сейчас, когда профильная специализация вводится для старшеклассников. По мнению ребят, это позволит школьникам достичь больших успехов в учёбе и школьных олимпиадах. Действительно, это очень интересно. Тем более, что когда ребят начинают профилем заниматься достаточно рано, они формируют такую направленность, они уже понимают, какие им предметы нужны, какие не нужны. Но здесь очень многое зависит от родителей, согласитесь, это же они чаще всего выбирают. С пятого пока профильных классов нет. Но идея ваша очень интересная, и давайте мы её проработаем. Выпускники даже говорят, что готовы вернуться в округ после окончания высшего учебного заведения, чтобы преподавать в таком профильном классе. Почему не сделают питание в школе бесплатных для всех классов? Ответ простой и понятный, потому что это очень дорого. Сегодня у нас бесплатное питание с первого по четвёртый класс. И даже этот шаг требовал очень серьёзных финансовых средств для того, чтобы перейти. Но сказать, что в следующем году мы перейдём на питание для всех школьников, я не буду вас обманывать, это не так. Пока сохранится эта инициатива президента, я не скрою, обеспечить бесплатным питанием школьников по четвёртый класс включительно. Пока так, и я очень надеюсь, что мы сейчас пока будем вытаскивать качество. Будем брать не количество, а именно поднять качество, потому что именно с первого по четвёртый очень важно заботиться о качестве. Дети растут, формируются. Вы уже взрослые люди, и вы уже сможете определять, что вам кушать, что не кушать. А в первом классе, если ребёнок побежал и нормально не поел, купил сникерс, ну что с этого будет? Выпускники задавали вопросы главе региона не только на школьную тематику. В частности, их интересовали вопросы экологии, дорожного строительства и в целом развития региона. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал Север.